Заметки Электрика Заметки электронного трансформатора Второй контур галогенных ламп запитан со второго электронного трансформатора Все это дело управляется через контроллер на два канала Двухканальный контроллер Про схему подключения подобных люстр я очень подробно рассказывал в одной из своих статей И также было к статье снято поясняющее видео Здесь схема аналогичная, только как я уже сказал имеется два контура Два контура распределены по наружному, по наружной окружности и внутренней окружности Вот эти вот Тем не менее пробежимся по схеме подключения Вот у нас имеется вводной клеммник Сюда подключается фаза 0 и ПЕ проводник заземления Фаза 0 с клеммника 0 это черный, красный это фаза Идут на контроллер То есть это двухканальный обычный контроллер С дистанционным управлением нагрузками, то есть каналами Два черных это у нас 0 Они у нас сидят вообще на одной клемме там припаяны И они как бы не коммутируются А фаза приходит уже в схему управления И выдается на два канала То есть либо первый канал Это первый контур галогенных ламп Либо второй канал, второй контур галогенных ламп Либо включение сразу обоих каналов То есть обоих контуров ламп Вот эти вот фазы Синий и белый Они у нас идут непосредственно на наши электронные трансформаторы Вот у нас раз трансформатор Вот у нас идет одна фаза на него На клемму ВАГа пока не обращайте внимания Это я уже подключил временное И синий идет у нас на второй трансформатор Электронный трансформатор Электронные трансформаторы используются С выходным напряжением 12 вольт Мощность 160 ватт Один выход с контроллера приходит на один трансформатор Второй выход с контроллера приходит на второй трансформатор А ноль непосредственно сразу приходит тоже на оба трансформатора Ну а дальше все просто Идет распределение по лампам То есть к одному трансформатору подключены соответствующий внутренний контур А ко второму трансформатору вот эти сжимы Подключен уже другой контур То есть схема самая простая Ничего сложного здесь нет Что я сделал В общем смотрите В первую очередь я решил проверить непосредственно выходные каналы самого контроллера Вот Синий это у нас один выход с контроллера Белый это второй выход с контроллера То есть фаза Черный это у нас ноль Я подключил люстру Вот сделал временное подключение Через кабель Вот я вам уже показывал И подключил ее в сеть Дальше я измерил напряжение одного канала То есть фаза ноль С одного канала И фаза ноль с другого канала Все оказалось что контроллер работает исправно И выдает фазу на оба канала То есть на оба трансформатора Я определил что вот этот у нас трансформатор Кстати С него это слетело Дирочка слетела Ну он такой же вот мощности Таких же параметров Естественно что 220 вольт приходит на данный трансформатор А по низкой стороне То есть по 12 вольтам уже ничего нет То есть естественно что делаем вывод Что данный электронный трансформатор Вышел из строя Я такие трансформаторы не ремонтирую То есть я позвонил заказчику Объяснил Разъяснил ему ситуацию Неисправность И он приобрел новый аналогичный электронный трансформатор Стоимость около 570 рублей Вот он трансформаторик Красные выводы Это у нас 220 вольт вход И белые Это у нас соответственно 12 вольт Но они видно что имеют гораздо больше сечения Сейчас я отключу данный трансформатор Вот я со стороны 220 вольт Трансформатор отключил Сейчас мне осталось Ну давайте я чтобы было удобно Пока вот здесь вот откушу их В общем трансформатор я снял Сейчас Рассоединю вот эти вот два сжима Чтобы приготовить место для соединения Вот этих проводничков Здесь была на них одета термоусадочка Мы ее снимаем Термоусадочку Здесь вот такие вот сжимы Под опрессовочку Четыре Пять, шесть Этот убираем Вот у нас шесть Шесть ламп Подключено к этому трансформатору То же самое делаем и с фазными Я вот эту юбочку убираю Чтобы не терять лишнюю длину Можно конечно выкусить и здесь Ну лишний сантиметр как бы не повредит Ну вот готово Сейчас нам нужно соединить Торичку У трансформатора Вот с этими проводами Так ну в первую очередь Нам необходимо зачистить провода Соединение я буду осуществлять С помощью лужоных медных гильз Естественно что Провода нам нужно зачистить На длину Этой гильзы Ну и так же у трансформатора Вторичные провода Мы сейчас зачистим Примерно так вот Так готово Подойдет Теперь эту же процедуру Сделаем для нулевых проводников Зачистим их все Нулевые проводники я зачистил Теперь что делаем Теперь берем нашу термоусадку Ну примерно Вот с таким запасом Отрезаем Две трубочки таких И одеваем их сразу же Пока не забыли Чтоб не забыть Вот таким образом Приложили Каждый проводничок Друг к другу Ну в принципе Можно Немножко С легкостью Их так вот скрутить Чтоб они у нас Не расползались Так Ставили Трубочку В нашу А с другой стороны Мы Подвели наш Вот таким вот образом Так Ну Как видите Есть еще Свободное место Поэтому я сейчас Заполню трубку Проводниками Такие вот проводнички Сделал Один я уже установил Вот еще один Гильзу я Дозаполнил Еще Двумя вот такими Проводниками Тоже медные Тоже луженые И в принципе Все Вот у нас Она готова Сейчас мы ее В двух местах Опрессуем И можно изолировать Ну Прессовать я буду Обычными КВТшными клещами На шестерку Поддерживаем Немножко И с другой стороны Две прессовки Получилось Проверяем Ну и аналогичным образом Делаем вторую гильзу Тоже складываем Проводничок Проводничку Немножечко Их так вот Соединим Не сильно И одеваем гильзу И заполняем Пустоты гильзы Аналогичными Проводничками Ну две штучки Достаточно Вторая гильза Тоже у нас Готова Теперь заизолирую Эти гильзы С помощью изоленты А затем сверху Одену термоусадочную трубку Ну вот Наши гильзы готовы Заизолированы И теперь уже Спокойненько Одеваем на них Термоусадочную трубочку И другую Такие вот получились у нас Гильзы Так Теперь осталось соединить 220 вольт Так Вот у нас остался белый проводник Мы его соединяем Нам нужно его соединить С трансформатором Вот таким образом И сюда нам надо Подключить ноль У нас ноль приходит С контроллера И дальше он идет На один трансформатор И на второй трансформатор А фазы идут С разных каналов Так вот Вот это соединение Нам нужно Исключить И сделать новое Вот черный ноль С контроллера Это у нас Пошел ноль На первый трансформатор И на наш трансформатор То есть вот такое вот Соединение Нам нужно будет сделать Так вот наш ноль Я его соединил вместе Как и показывал Одел Гильзу Коротенькую И сейчас Гильзу заполнил И сейчас буду Ее опрессовывать Таким вот образом Получилось Вишнее отсюда уберем Аналогичным образом Пока Изолентой Заизолировал Ноль Ну и теперь Нам осталось Соединить фазу С контроллера На фазу Нашего трансформатора Все делаем Аналогично Так Здесь я делал термоусадочку И на вторую Делал термоусадочку Все Сейчас усадим Все это В общем Вот у нас получились Такие вот Соединения Дополнительно Я еще сделал Тут одно соединение Ну вернее Убрал лишнее И пересоединил Проверяем люстру Первое включение Это первый канал Контроллера Видите Горит Наружный Контур Ну здесь Вот это вот Перегоревшее Надо ее Поменять Здесь Нету Лампочки Тоже я эти все Снял Так Сейчас Второй Внутренний контур Вот Внутренний контур Работает Раз Два Три Четыре Пять И Вот Две Перегоревшие Нужно Будет Сюда Поставить Так Третий Режим Это Оба Контура Посмотрел Температуру Нагрева С помощью Тепловизора Трансформаторов Они Греются Порядка Пятидесяти градусов Наше Соединение Со стороны 12 вольт Наши Вот эти Вот гильзы Они Практически Не греются Со стороны 220 вольт Гильзы Так Вообще Холодные Можно Сказать Температура Нагрева Самой Галогенной Лампы Составляет Порядка 290 Там Даже Больше Даже За 300 По-моему Градусов Если у вас Есть какие-то Вопросы По схеме Ее Подключения По Каким-либо Контроллером Или Электронным Трансформатором И прочее Задавайте Вопросы В комментариях Ну На этом Пожалуй Все Если вам Понравилось Данное Ставьте Обязательно Лайки А с вами Как всегда Был Дмитрий Автор сайта Заметки Электрика До новых Встреч